После перерыва в 8 месяцев Оренбург принимает теннисные соревнования высшего ранга. Официальное название – Континентальный чемпионат Федерации настольного тенниса России. 12 клубов мужской премьер-лиги разбиты на две шестерки. Игры без зрителей проходят у нас и в Верхней Пышме. Мы не случайно взяли первый тур премьер-лиги чемпионата России. Здесь, сюда, в Оренбург, в центр настольного тенниса, чтобы собрать наших всех звезд, факела, пятикратных чемпионов Европы. Все они прилетели. В открывающий тур встречи второму составу факела «Газпрома» противостоит серьезный соперник – Петербургский гидромет. Хозяева после побед Регентова и Алчимбаева ведут 2-1. Но Березину не удается развить успех. В решающем пятом микроматче опытный Регентов все-таки добывает победу 3-2. Следом наступает время приятной церемонии – вручения наград по итогам минувшего сезона. Сокращенного из-за начавшейся эпидемии. Состоялось три тура из четырех. На тот момент «Факел» провел 16 матчей, одержал в них 16 побед, в том числе и ключевую над УГМК, и заслуженно признан чемпионом. Пусть и с запозданием, но всегда радостно получать трофей. Звание сильнейшего клуба страны «Факел» «Газпром» завоевывает в девятый раз. Игроки и тренера Оренбургского клуба поднимают над головой чемпионский кубок. Все наши звезды в сборе. Конечно, очень рады вернуться в родные стены и быть в Оренбурге. В принципе, я продолжал тренироваться. Тяжело сказать, конечно, в какой форме я находился. Но в любом случае думал о том, что буквально через какое-то время начнется сезон. И, естественно, надо думать о Лиге чемпионов, о чемпионате России, о Олимпийской игре тоже, скорее всего, будут проведены в следующем году. Так что я особо не расслаблялся. Основа «Факела» начинает тур с командой «Пермспецкабель». Сначала к столу выходит Маркас Фрайташ. Португалец в тренировочном ключе проводит поединок с Панченко и буквально за 15 минут делает 3-0. Вторая пара от хозяев «Овчаров» у гостей «Медведев». Опытный лидер пермского клуба в целом не соперник 11-й ракетки мирового рейтинга. Дмитрий с блеском демонстрирует разницу в классе. Такой долгий период. Мы дома не были, никуда не могли выехать, ничего не могли сыграть. Поэтому, да, очень рада, что мы здесь и надеемся, что сейчас потихоньку все пойдет вперед. Как форма? Ну, надеюсь, что все хорошо. Тфу-тфу-тфу. И меч новой, смотрю, прическа такая. Ну, да, столько дома сидел, что решил что-то поменять, да, попробовать. Следом наш Алексей Левенцов проигрывает восходящей звезде российского спорта Максиму Бокову. Буквально неделю назад в Москве на турнире «Батерфляй Оупен» Левенцов в полуфинале неожиданно проиграл 17-летнему Бокову 0-3. Сейчас картина повторяется. Юное дарование снова выигрывает и сокращает разницу в счете. Но коллег по команде успокаивает Овчаров. Не менее уверенный, чем с Медведевым, он разбирается с Панченко и устанавливает общий счет 3-1. В четверг, во второй день соревнований, в вочном поединке сойдутся выигравшие свои первые матчи «Оренбургский факел» и «Факел-2». Анатолий Юденич, Георгий Бурлузский, Новости дня.